Другим темам борьба с нелегальным бизнесом, государственная поддержка малого и среднего предпринимательства и местных производителей. Сегодня эти и многие другие вопросы обсуждают участники традиционного форума предпринимателей Якутии. На площадке одного из главных событий бизнес-сообщества собрались бизнесмены со всей республики, а также представители властей, чтобы поговорить о приоритетных направлениях развития отрасли. Тему продолжит Марьяна Кутукова. Предприниматель Иван Никитин занимается производством древесины и стеклопакетов в Намском Улусе. Он считает, что условия для развития есть. Все зависит от настойчивости и амбиций самих предпринимателей. В свое время Иван получил субсидию на возмещение 35% затрат на организацию своего дела. Это довольно большая сумма и нам очень помогла на покупку материалов, на аренду помещения и зарплату. Наших работников. Все очень помогло, раскрутили. Сейчас уже довольно нормально работаем. Для других предпринимателей значительную поддержку оказала отмена перекрестного субсидирования. Снижение энерготарифов помогло не только большим предприятиям, но и молодым компаниям. Субсидирование электроэнергии – это, конечно, большое подскоре. Нам сделали перерасчет. Мы в последний день платеж совершили, по-моему, в июне месяце. С тех пор у нас идут некие каникулы. За счет того, что мы с 1 января заплатили, мы сейчас отдыхаем. Это очень большое подскоре. Этот форум для предпринимателей – отличная площадка для диалога с властью, общественниками и контрольно-надзорными органами. Недобросовестная конкуренция, а точнее нелегальный бизнес, тоже стал одной из главных тем. По мнению участников, эту проблему необходимо решать только совместными усилиями, включая потребителей. Надо понимать самим потребителям и населению, что это очень некачественная продукция. Как правило, это в ряде случаев фальсификат. Поэтому здесь, конечно же, риски, которые несут потребители, прежде всего, риски связаны со здоровьем, с ущербом населения. И здесь должна быть такая системная работа проведена, совместная. Здесь никто не должен стоять в стороне. По словам Егора Борисова, который принял участие во встрече с предпринимателями в рамках форума, власти ждут конструктивных предложений. По итогам форума глава республики намерен принять ряд решений. Первое решение – это борьба с нелегальным бизнесом, если это по-простою называть. Второе решение – это дальнейшее поддержка малых средних бизнесов республики. Ну и третье – это те механизмы, которые в дальнейшем развали бы те или иные структурные решения, которые мы принимали до сих пор, чтобы они давали результаты. Форум предпринимателей продолжает свою работу. Он завершится в эту субботу. Марьяна Кутукова, Евгений Лугинов, НВК Саха, Якутск.